доброе утро утро вторник я понедельник группа к вторник у нас правой стороны старая скользкий металлургический комбинат вот она шильда вот сюда уезжали на погрузку на данный комбинат время у нас 11 утра вчера мы кушали мяско разговаривали общались сегодня тоже с утра часов семи наверно сашкой все сидели чай пили все разговаривали разговаривали я груза не но разговаривать можно долго ты меня прости все хорошо в гостях но надо ехать работать где-то на сегодня мне надо 600 в районе 650 километров проехать до нашего до таможни едем в оксай в оксай у нас растаможка вот машинки его все в рейсе сейчас кто где кроме западной европы у него тоже машинки бегают везде грузия армения азербайджан казахстан азия вся кроме западной европы машины ходят везде а скользкие а скользкие да доводилось тут побывать тоже завод как город с проходной до погрузки на километров с 10 надо проехать ну ладно 10 я приврал километров 5 так точно до склада до сбыта вот выбираемся тут сейчас какими-то местными дорогами не знаю назад возвращаться на старый оскол на воронеж как-то сашка с говорится из дорога огонь сейчас идем на новый оскол там что-то как кантемиров кого когда-то один раз я тут ездил короче вылезем мы на м4 в районе богучар что из этого получится что-нибудь то получится как-нибудь то вылезем так что такие дела друзья на белгород тут направо мы идем прямо маша разворачивает маша кричит поехали через белгород иронии поехали я тебе здесь окольными тропами дорогу покажу что тут надо на стопе останавливаться при тормозе конечно не мешало бы останавливаться я думаю не совсем обязательно это наверно чё тут филиала еще до а скользкого или какой-то другой комбинат нужен какие-то трубы а что тут написано завод целикатного кирпича освощи а 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 может надо было там на велгород уходить на том кольце а наверное было там правее уйти ладно все равно на ту же дорогу выезжаем да-да-да что-то я тут тупанул маленько ничего страшного здесь прямо или налево погнали мы вот до черняевка новый оскол чернянка новый оскол белгород полетели весы значит даже здесь ведь я хотел сказать глуховатых местах акиша не глуховатые свой зима ведут производства вокруг при асколье предприятия какой-то большую тупо чего-то упускают больше ничего не написано и ничего тут не написано что тут в при асколье производят красиво тут степные холмистые места расход подрос сейчас 29 идем с двадцаткой тонн было вообще 28 и 6 вот здесь немножко на этих бурах полез вверх что с этот волга случилось шалим шалим согласен она чтоб никто не видел его никому не сказали подсолнечник я хочу не очень желтенький еще мало еще только-только начинает желтеть какая прелесть а какая красота поле такое ольховка воронежская область уже что-то так пороженного захотелось надо тормознуться побаловаться любимого да уже жарко становится опять сейчас уже градусов 25 наверх вот ну пока дорога здесь все мне нравится вот только здесь перед этой ольховкой вы как в воронежскую заехали что-то так слегка потряхивать начало а так в общем-то до воронежской области вообще все в огне все красиво поэтому можно ехать и здесь будем этими дорогами если ездить то будем сашке в гости заезжать он сейчас все равно все время дома никуда не ездит о лобовик сейчас помоем весь в этих дороги колхозные такие все заляпано никого нет выскочите так так себя так себя вот рост саш ровенький ровенький нам туда нам туда правее по главной дороге вывернуть по праву не нормально 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 в общем-то уже даем 4 то нам осталось совсем чуть-чуть Я один единственный раз в своей жизни этой дорогой ехал откуда-то с юга шел на Ростово и на оскол грузиться в этот металлургический тогда она была намного хуже чем сейчас на Росоши после Росоши там уже вот-вот и практически будет на Федералке до Ростова уже 460 километров осталось это до центра я что-то еще не забил этот в Аксайе адрес таможни еще точку не прислали попозже скинут плюс-минус короче ехать тут уже все рядышком буду мороженое пустынку расставить раз сõж раз Стелла у вас впереди такая симпатичная. Вот даже здесь таможенный пост есть, не ищу машину. Ни одной машинки там на таможне я не видел. Ну, сам факт таможенный пост есть. Транспортный контроль. Ага. Транспортный контроль. Еще рисует 65 километров налево потом. Ну, не, нам еще. Да, М4. 65 и 50. Киночки эндру 110 еще. Слегка я погорячился, что мы уже скоро на М4. Еще шлепать и шлепать. Как раз где-нибудь перед М4 встанем. Уже время будет обеденное. Сейчас уже два. Еще полтора часа три. Начало четвертое. Время обедать. Пообедаем. И уже оттуда. Ломанем. За грудь. Да. Таможник. Там на М4 с этими. Со связью плохо. Найдем. В тишине. Какой-нибудь туда. На отшибе. Чтобы можно было спокойно покушать. Потом уже с чистой совестью, с полным желудком прорываться к Ростову. Там тоже что-то пробки говорят в последнее время. Как всегда там ремонт моста. Это же святое. Летом мосты. Сейчас на М4 выйдем. Там все. Одни моряки будут. Можно же разрешили в Сочи ехать. Вся Россия сейчас тут довольно много. Больше ехать некуда. Сейчас все там. Резюме. Ну вот отсюда до Кантемировки. От Кантемировки туда еще в сторону Ольховки. Местами не очень. Здесь до Кантемировки совсем местами такая. Ну так не очень. 60 километров сейчас быстрее там. Совсем хватая. Но не очень. Готовьтесь через 800 метров повернуть направо на дороге с круговой движением. А так в общем-то ехать можно. Транспортников там даже в Кантемировки ездят. Ну что еще? С Украины ездят. У меня посмотрел так косяка одним глазом. Не стал останавливаться. Не стал останавливаться. Сейчас здесь вот. Я имею ввиду на обед. Сейчас здесь вот. Узлетать нефть заправка. Большая. Там мы и тормознемся. Там большой паркинг. От Плю зальем. Здесь процентов уже рисует. Последнюю канистру. До таможни у меня отсюда 366 километров. Таможня не... Я что-то попутаю. В Азове. У меня не в Аксайе. Я все думаю в Аксайе, в Аксайе. Таможня в Азове. Надо за Ростов еще зайти. Ну обойти вернее Ростов. О! Узнаю брата Колю, да? Все. М4. Куча машин. Хомяки. Все как надо. Все на месте. Все без изменений. Можно работать. Все течет своим чередом. Вот видите. Куда они там съедут? Куда они там съедут? Черноморское побережье Кавказ. Оношня резиновая. Вот 13-й. Мордовия. Куда все едут? Все на море. 35-й. Вологодские. Все едут на море. Мордовия. Вырвали с карантина. И летят. Это кто? 69-й. Тверь. Все. Адовой жидкости залито. Народ даже кто-то спит. Картофан начинает разогреваться. Будет у нас подогретая кардушечка. Вот такая красота. С холодничком. Дочь моя говорила. Красный суп. Сальто. Сейчас крышу сорвет от счастья. Водичка закипает на чаек. Даже польский сок остался. Спасибо коллеги. Угощаю, говорит. А он у меня замерз в холодильнике. И сейчас вот оттаял. Вот. И поедем. Впереди нас ждут шталл перед Ростовом. Уже обрадовали. Если обратить внимание на М4, то она не затихает. Моряки едут. Один за одним. Ну ладно, здесь-то понятно едут. Куда они там потом все деваются. Не могу понять. Как-то можно потом рассосаться вдоль этого побережья. Вся же Россия там не поместится. А больше ехать некуда. Подвымазались. Вот видите. И что делать. Чуть по водичке проехали и все. Помоемся перед Европой. Так, молчу пока. Чтоб не сглазить. Не буду о планах говорить. Всему свое время. Все. Сейчас разогреется. Обедаем. И поехали. Какое поле подсолнуха, смотрите. Конца и края ему нет. Если в зеркало присмотреться, то и назад. Даже не видно где, но заканчивается. Вернее, откуда началась. Это нечая красота. Это нечая красота. Это нечая красота. Это нечая красота. Эх, сейчас закончится. Только красота. Началась, как говорится. Смотрите, сколько есть здесь. Желтая, желтая. Вообще прелесть. У нас уже вечереет. Камин Шахтинский на горизонте. Еще 194 километра до таможни. Что-то вчера я усиленно работал. Сегодня на каком-то полном расслабоне. Покушать туда-сюда почти полтора часа заняло. Походить, по колесам попинать. Что-то так лень было ехать. Но потом вспомнил одно вредное слово, что надо. Ничего. Сколько тут? Сейчас 8 вечера. Даже если часам к 11-12 приедем, то нормально. Там еще пробка впереди, может рассосется. Пока доберемся. Ростовская губерния. Это же святое. Летом начать мосты ремонтировать одни и те же. Когда все моряки едут, чтобы тут колеечки собирать. О, это же... В обязательном порядке. Каждый год одно и то же. Краснодар 428. Новорост 557. Ростов 153. Говорю, а нам же еще за Ростов надо туда. Вазов. Вазове на таможне не было. В Ростове вообще ни разу на таможне не было. мостик погулявший поедем посмотрим что там за таможня что там что-то таможня фигня нашим вас растаможили за день еще 7 завтра разгрузиться мечты конечно нереальные так надо перестраиваться заранее потому что не дадут потом белгородский газела вогнать шахтинский рассадник зла типа весы типа рабочий запрещено поляк на приеме побывал одни одних принимают другие других принимают нам надо вот сюда при случае как-то попасть это конечно денисен хайм но все равно здесь побывать было бы интересно вот в этом музее тематика немножко другая тут он и стать можно я смотрю он пацаны стоят посмотрим назад будем ехать если будет время какой часик выделить часто поздно однозначно надо будет обязательно если работает у нас уже работает идея уже сети карантинные дела думаю чё их там так много в этом рассаднике он смотрится луна какая полная полная красная красная сейчас еще шахты будут тоже шнырять по дороге а вот все приплыли что простовской области да без пробок еще летом так не бывает все что самого не придавил потолкаемся посмотрим насколько российская пробка ростовская будет отличаться от немецкой очень подъехал вот коллега на тонаре на америке давай горит mercedes вот питерский говорит становимся втроем и держим и вот мы так втроем и вот я вам скажу что мы не стоим мы все время едем моряки сзади все на нервах понятно у всех пиво у всех моря уже в глазах сейчас пройдем как говорится пробку и все и поедем коллега красавчик местный корешок звонил ну так вот подъехал продуманная рация выключена ну короче руками так раз раз все и вот так вот и вот я вам скажут мы едем едем мы вообще не стоим дистанцию небольшую держим и так идем аккуратненько втроем ну вот кто как вы за ним нужен по полю едут ну где получается не даже умудряется конечно его объехать этого коллегу на тонаре зато вся колейка движется сейчас быстренько проедем аккуратно все все и дальше все побегут а так правильным сунешься все по обочине летят рачу таз получилось такое трио америка mercedes и scania по-другому шли как все же спешат скорее в море залезть видите как олег за ним по обочине сунется сколько мы уже мы уже минут 40 таверна здесь толкаемся но вот вроде бы как мост этот насколько я понимаю уже впереди съед нами маша не обманывает я уже мост вижу если это этот мост который вечно разбирают вот уже 40 минут вот здесь вот так вот мы поедем не стоим мне не 40 35 собрал вот закачивается ха наша 3 а вот люди едут по бокам все все что же на тоже море заходите парни всем спасибо за участие мы прошли за 45 минут сказали что говорили что коллега на час потому что все шли и все потихоньку ехали не было этой недоделанной обочины и этих недоделанных обочин ков все на бойко едут же люди вот рядом с нами тоже вот и бы не получалось там пару раз там была дырка дырочка между мной вот этим рефом проскочить рядом на уазик и он даже не подумал туда лесу тихонечко аккуратненько рядышком с нами всем всеми ехал все все проехали все довольны все счастливы но упришь находится прям же надо быстрее рыло залить и в воду залезть с той стороны тоже полейка все теперь пожалуйста летите своему морю каждой к своему а сказали по рации больше засад нет до ростова фирменко 3 1 4 3 3 4 4 5 5 14 6 5 5 545 761 и он Упро, стоп, видео Да, на Москву все намного печальнее Тут еще один мост есть Перед Красным Сулимом Разобранный А еще перед мостом притерлись Короче, на Москву тут, ребятки, вам Терпение Я думаю, что на обратном пути и нам тоже Конца и края Не видать, уже километров 8, наверное А, ну вот Втыкаются люди А дорога где делать? М4 По-моему, тут раньше так не подкидывала Вот этот пост, смотрю, совсем забросили Который раз еду и который раз здесь нет никого Как Дон ночной поживает? Время 12 Ночи 65 километров Пока все вокруг объедешь Напрямую-то намного ближе Напрямую-то через весь Ростов А оно нам надо Поэтому бежим сейчас до колечка До Сальского В сторону Батайска потом Возвращаемся И там уже уйдем на Азов Скоро будем на месте Чуть-чуть осталось Промежуточная точка почти достигнута Подставьтесь к нему Через 800 метров Мы уже в самом Азове Вернее, город там остался Сзади Это, как всегда, пока есть промзона И вот и цель Остануть сюда потом с Азова Отправно через Батайск надо выходить Заходила я сюда через Батайск? Нет, по-любому через Батайск Вместе на Шаль Вместе на Сальск А не на Краснодар Туда Сейчас на Батайск опять Потом Батайского Через Батайское На следующем повороте Поверните налево Я с вами тут чуть-чуть не заговорился И чуть-чуть таможню не проспал Да, Азовский таможенный пост Точно Опять Чуть не заболтался Спать хочу Час ночи Из десяти Сейчас зону заедем И все на этом Хорош Не кушать ничего Ужин был перед Ростовом Сразу же улюлю Сразу же улюлю Поверните направо Давайте повернем На следующем повороте Направо Как раз уже Так настаиваете Если номер дома не знаешь Это знает Я на 9 Вкресе он За этим Кантель Ну и что На следующем повороте Поверните налево Затем Приходите В конечный пункт Да, он видите Заворачивает На таможню Вот и нам туда, друзья Все Тогда Теперь Только Надеяться Что нас быстро растаможат На следующем повороте Поверните Налево Затем Приходите В конечный пункт Ну это все будет уже Ну вернее Даже не завтра А сегодня Завтра уже Наступило Что ему открыли Ворота Никуда он не выходил Может и нам так же Содружество плюс По адресу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...